Скажите, вот на мой взгляд, где цель не оправдывает жертвы и к науке отвращение, это когда тебя насильно втянули, да, будет отвращение. Почему, когда я сам пожертвовал, будет отвращение к науке и цель не оправдывает средства? Потому что для большинства общества не важно, насильно это или добровольно. Важно то, что человек умер при непосредственно разработке данного концепта или при изучении данной сферы. То есть нет разницы, вот было, у них летели на Марс, то ли их носили туда, то ли человек сам выбрал и он летел. Образ у них одинаковый? Да. Окей. И еще один всего лишь вопрос. Ну почему обмен своей жизни добровольной на материальные ценности, это плохо? Опять же говорю, потому что сегодня это создает потенциальный вред нашему обществу, так как сегодня мы как правительство или мы как вообще религия пропагандируем то, что человеческая жизнь бесценно, и это самое главное, что ты должен уважать в другом человеке. И ни из-за каких своих целей, ни из-за целей того, что возможно науке, ни из-за целей того, что ты считаешь, что ты выше него, ты не имеешь права посягать на его жизнь. На него как раз в свою, а на свою, то ли ты в его. И на свою тоже. То есть мы приравнивая человеческую жизнь к чему-либо вообще нарушаем концепт того, что человеческая жизнь не абсолютно. Хорошо. В чем психологическая травма? У меня был друг, обычный парень, он улетел в космос колонизировать Марс и там погиб. Почему у меня травма, а не вау, я была с космонавтом знакома? Понимаете, общество достаточно разрозненное. Я сегодня акцентирую свое внимание на той части общества, которая является достаточно высокоморальной или возможно религиозной, но таких большинство, неважно кто это. И для них это оскорбительно. Для них вообще суицидник даже является оскорблением и достаточно стрессовой ситуацией, и психологическим давлением на них. И поэтому это нежелательно. Да, поняла. Нужно ли время? А? Нужно ли время? Четыре минуты, так надо. Нужно. Сейчас. Сейчас. Чтобы я помашу, если не придачу. Все, поехали? Итак, по отбивке. То есть говорится о том, что будет определенный вред обществу, то есть что мы коммерциализируем человека, и все эти вещи реально не работают. Почему? Потому что мы считаем, что плохо распоряжаться жизнью другого человека, не своей. Да, вообще плохо, и не надо никого насильно в космос совать на любые испытания и все прочее. Но почему мы уже сейчас продаем почку? Почему мы уже сейчас имеем возможность за свое, даже простите, вот простая работа, я, блин, продаю свою жизнь, свои ресурсы физические, я старею, мне плохо, я получаю за это деньги. А мы делаем это каждый день. Все общество делает это каждый день. Не считая, что этот обмен плох, говорилось о том, что общество разнородно и что нету для него блага. Очень хотелось бы взвесить, если есть благо даже для одного человека, это очень здорово. Если есть благо для пятерых, это уже супер выполнение цели. А если есть там для, не знаю, 80%, то это уже огромный потенциал. Да, человек не думает о науке. Окей, но он использует айфон, он пьет антидепрессанты, он не думает о том, что для того, чтобы изобрести этот антидепрессант, были эксперименты, где у человека искусственно вызывали агрессию, к примеру, или вызывали депрессию. То есть человек в течение двух-трех месяцев находился под влиянием депрессивных факторов. И чтобы изобрести антидепрессант, которыми пользуются 50% американцев, они, да, окей, они могут не думать об этом, но они этим пользуются. И в этом благо. Это первый момент. А второй момент. Я ведь имею право, как мать, пожертвовать свою кровь или даже свою жизнь ради своего ребенка. Это ведь благо всего лишь одному человеку. И, значит, это очень хорошо. Значит, я и здесь имею это право распоряжаться своей жизнью. Про моральность, аморальность, про психологические травмы, честно говоря, трудно. Потому что в любом случае, да, смерть – это травма, но здесь она не настолько связана с этим. То есть я могу пойти по улице, да, я упаду, умру, а моим близким будет плохо. Ну и что? Но моим близким будет хорошо, если я ради науки всем моральным людям, если я избрала высокую цель и ради нее жертвую многим. Как жертвуют учителя своим свободным временем, жизнью, здоровью ради того, чтобы воспитать новое поколение. Мы все считаем их скорее героями. И этот законопроект приведет скорее к героизации, чем к тому, что мы будем думать, о, теперь ребята пойдут продавать свою жизнь. Вот про материальный момент очень не действует. Ну и, соответственно, про неодобрение, про вот эту психологическую травму этого не будет. Потому что у людей совершенно другой образ восприятия. Даже у религиозных людей, простите, где ты жизнью свою ради Аллаха жертвуешь. То есть, ну, это практически у всех хорошо. То есть, и в религиозном, и в моральном обществе пожертвовать чем-то ради чего-то высшего, это действительно благо. Ну, соответственно, перейдем к... Сколько? Четыре? Последнее. Так, альтернативы, да, в этот момент не успела обидеть. То есть, да, наверное, разумный человек понимает, что если крыска вместо меня может в космос полететь, Марс салонизировать, пусть летит крыска, вряд ли я буду жертвовать собой просто так, если мы все-таки говорим о тех рациональных людях, которые делают свой осознанный выбор, они понимают, что другой альтернативы уже нет, что невозможно исследовать это лекарство, исследовать там что-то любое новое на других организмах, это может сделать только человеческий организм, поэтому про этот момент давайте не будем спорить, если есть альтернатива, делаем альтернативу. Нет альтернативы, я имею право распоряжаться ни другим, не говорить там, ну, Адельхан, иди сегодня, может быть, в космос полетишь? Нет, мы говорим о себе, и своей жизнью я имею право распоряжаться. Про то, что примеры не абсолютные, окей, много сейчас там не абсолютного, да, о том, что даже там тот же, ну, суицид, вред себе, мы говорим о том, что вред себе не просто так, суицид это бессмысленный вред, если вред со смыслом, мы это в обществе оправдываем, говорим, что это хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому